Всем привет, друзья! С вами Омега, и добро пожаловать, получается, на новое видео. Ну что ж, сегодня, как вы понимаете, я расскажу, что вообще с каналом, что со мной. Но перед этим, естественно, хочу поздравить всех с наступающим или уже с наступившим новым 2023 годом. Конечно, каждый новый год нас удивляет всё больше и больше, и всегда есть надежда на то, что всё будет лучше. Но оправдаются ли данные ожидания оптимистов или нет? Узнаем. Ну что ж, ролики не выходили очень давно, так скажем, и, естественно, у многих за всё это время появился вопрос. А где этот человек? Что он вообще там делает? Почему он отсутствует? Сразу скажу, что всё в порядке, то есть некоторые думали, что что-то там случилось, ещё что-то нет, всё хорошо. Это совокупность занятости, лени и других факторов. Ну и для начала давайте я объясню, что ж всё-таки будет с каналом в будущем. Ответ? Я не знаю. Потому что я действительно без понятия, что мне делать. Я не знаю. Ну, время я найду. Но я настолько выпала из стендоффа, не прям жёстко, но всё равно выпала, что мне придётся долго входить в курс всех дел. Я попробую. Я постараюсь что-то сделать. Но у меня сейчас, вот конкретно сейчас идей нет, потому что я не знаю, что происходит. Я знаю, что, естественно, выходят обновления, проводятся конкурсы и т.д. и т.п. Но я очень давно не играла вот так, чтобы зайти и играть. И прям играть. А не просто зайти, потыкать, там что-то глянуть, что есть, и опять выйти. Вот. Если у вас есть какие-то мысли, какие-то идеи для роликов, можете писать в комментарии. Я буду благодарна. То есть я буквально вот говорю. У меня как бы, естественно, есть идеи, у меня есть заметки. Скорее всего, да не скорее всего, у меня даже есть как минимум один сценарий для ролика, который я не успела снять. Его, конечно, придётся снимать очень долго. Потому что конкретно сейчас я не в своём городе, я как раз-таки готовлюсь к отлёту туда на зимние каникулы. Потому что сейчас я в общаге. Потому что я поступила в другой город. Об этом попозже немножко. Ну, в общем, ребят, я думаю, вы поняли меня. Что-то будет, но пока что непонятно, что конкретно. Скорее всего, ролики не будут выходить так часто, потому что после поступления в ВУЗ оказалось, что учиться всё-таки надо. И ты не можешь просто на какой-то логике выезжать с хорошими оценками. Поэтому да. Ну и, в принципе, не просто надо учиться, потому что, чтобы не выгнали, а для себя. Так что, опять же, в общем, я думаю, вы меня поняли. Посмотрим, что будет. Если что, пишите. Я постараюсь всем ответить и в комментариях там где-нибудь. Ну, в группе ВКонтакте там куча сообщений. Я, наверное, старый уже читать не буду, как вы понимаете. Возможно, я сделаю так, чтобы все прочитались. Возможно, я так делать не буду. Короче, в общем, да. Я не знаю, ожидал этого или нет, но могу сказать, наверное, что неожиданно, что много, относительно много людей начали переживать, что случилось. И не прям даже если волноваться, а просто интересоваться в комментариях, что такое, где ролики. Мне иногда через день или через еще какое-то время приходили уведомления, там, под старыми, под новыми роликами. И я не знаю, почему я никому не отвечала. Ну, то есть, я видела. И, с одной стороны, я думала, ну, ну, блин, ну, сейчас отвечу, потом отвечу еще как-нибудь. Короче, не знаю. Вот. У меня было так мало времени из-за подготовки. Я вообще. Но это не так. Я скажу честно, я практически не готовилась. Если хотите, я запишу ролики о том, что такое там учиться, что такое сдавать ЕГЭ, как я готовилась к ЕГЭ, как это все происходило и так далее. Вот, то есть, если у вас есть такое желание, то напишите прямо сейчас, возьмите, напишите в комментариях, пока я это все говорю. И я реально запишу ролик. То есть, все зависит от вас. Даже если один комментарий будет, я уже пойму, что хотя бы кому-то это интересно. Я вообще не знаю, сколько просмотров будет на этом ролике. Может, штук 10. Ну, я ставлю... Я делаю ставку на просмотров 500, потому что раньше набиралось там 5000 на последних роликах. Ну, сейчас там побольше, потому что они вот за все это время, естественно, набрались. То есть, ну, 4-4 тысячи, 5 тысяч было вот на роликах на последних. А сейчас, вууу, до свидания. Там 5 тысяч, конечно, 5 тысяч, 5 миллионов просмотров. Я думаю, что будет где-то 500, но это не важно. Все равно, как бы, люди-то посмотрят какие-то. Как минимум, там, человек 10, я думаю, глянет. Этого уже достаточно. Где-то я чем-то другим занималась. В общем, точно не могу сказать. Я уже сама, возможно, не помню. Сдала ЕГЭ. ЕГЭ сдала нормально. Ну, учитывая то, что, типа, я реально не уделила достаточно времени подготовке, результаты оказались ниже, чем хотелось бы. В целом хотелось бы. Вот. Но за 90 у меня есть только английский язык. У меня по-английскому 92 балла. Вот. И, соответственно, я поступила в университет на лингвиста. In Moscow. And now I learn English. Были вступительные испытания. Потом были курсы перед поступлением. Короче, там все закрутилось. И я... У меня не было возможности особо записывать ролики. Потому что то я была там, то я была там. Поэтому как-то так. Начался учебный год. И я погрузилась в учебу. И не скажу, что полностью на самом деле. Но вроде как бы все нормально. Все... Не, все не нормально. Все хорошо. Поэтому да. Ну и что еще сказать? Сейчас я, как я уже сказала, в Москве. Полечу в свой родной город. В Сибирь. Да город называется, кто не понял. Да. У нас есть один такой большой город. Больше чем полстраны, если я даже не ошибаюсь. Ну и я сейчас промолчала буквально секунд 10. Потому что я не знаю, что еще можно сказать. Потому что, в принципе, это все. Сейчас опять же что происходит? Сейчас у нас сессия. Я сдала историю. Если бы точнее, то у меня автомат по истории четверочка. Пятерочку мне не надо. Потому что я не сдам. Там, во-первых, историк явно дал понять, что он не хочет, чтобы к нему кто-то приходил на зачет. И, соответственно, пятерки он там практически никому не поставил. У кого была пятерка, по-моему, законтрольная. Но я историю практически не знаю. Я не люблю этот предмет. Поэтому мне нормально. Вот. У нас будет по информатике. За информатику я вообще не беспокоюсь. Я там какой-то конкурс по информатике выиграла. Заняла, точнее, место призовое. Так что у меня там минус один вопрос. И на второй вопрос я нормально отвечу 100%. Поэтому вот. Потом экономика. Экономику я уверена, что мне тоже все будет хорошо. Вот. Наверное. Ни в чем никогда нельзя быть уверена, наверное. И английский. Английский у нас будет вообще в конце января. Представьте себе. Вот перед самыми каникулами студенческими. Вот январь, февраль. Что-то между вот это. Что-то где-то там вот так. Вот. Все. Я все забыла, ребят. Простите. Я что-то сижу. Я уже села на пол. Я не знаю, слышно эхо или нет. Потому что комната большая. Да. Ну, в общем, все. Я думаю, просто я все, что хотела сказать, я сказала. Поэтому, наверное... А, уже 10 минут я записываю. Чего? Боже мой. Мне что-то смонтировать. Мне еще вещи собрать. Мне еще съездить там. Купить пару вещей. Забрать посылки. В общем, много дел. Поэтому я побегу, друзья. Мне скоро уже ехать в аэропорт. Ну, скоро, конечно. Там, через несколько часов выдвигаться в аэропорт. Но, тем не менее. Всем большое спасибо за просмотр. Если что, опять же, пишите комментарии. Пожалуйста. Я люблю фидбэк. Спасибо еще раз. С наступающим или уже с наступившим. На связи была и будет Омега. Пока, друзья.